Меня Ольга поправила, я даю вам подсказку, да? Я даю вам подсказку, Ольга меня поправила. Вот такие вот, если оставлять после уборки картофеля чёрную землю, это не есть очень хорошо для этого грунта. Его надо обязательно покрыть. Покрыть вторым посевом. Что вы хотите, можете посадить зелень, салаты, там укроп на зелень, на редис, можете, что еще дозрее до холодов, смотря в каком регионе вы живете. Если вы понимаете, что вам не нужны те или иные овощи, которые вы посадите, или какие-то салаты, или какая-то зелень, или какой-то зелёный лук, если оно вам не надо, вы можете сделать такой хороший ход планировки. Вы можете сюда забабахать седераты, или для корма животных. Если у вас нет животных, и вам не нужен вот такой корм для них, значит, вы работаете по прямому направлению для почвы. Вы садите седерат любый, хотите крестоцветный, хотите злаковый. И потом же перед холодами, когда поднимется растительность, вы ее скашуете и заворачиваете ее в грунт. Будет земля более пешная, и это будет называться органическое удобрение, так как у меня есть органика, есть перегной, внесенный в грунт. Это будет не минеральное удобрение, а это будет зелёное удобрение. Там будет зелёное удобрение. Так что оставлять чёрную площадку нежелательно, потому что по-любому кинет сорняк, потом сорняк кинет семена, особенности как пуртулак, и вам будет добавлять уже более ухода по обработке огорода. Всё равно он покрыется сорняком, чтобы сорняков не было, а у нас, бачите, даже после дождя, и вот такой вот пуртулак выходит. Ну, с ним быстро это порешает Лена вопрос, и он вот такие вот маленькие, низенькие посыпало, аналогично, как и тут, под малинкой, это всё посыпалось, и это всё хорошо. Так, сегодня 7 августа 2023 года. Сажали картошку 17 или 18 апреля, как раз после этих сектантских праздников. Прошлый год мы картофель сажали второго, по-моему, в общем, в мою, там Пасха по-другому была. И копали, конечно, картошку уже поздно, в кинции, по-моему, 25 или 27 августа. Так что чуть-чуть и раньше садили, чуть-чуть и раньше и выкопали. Всё, работаем по луне, по лунному календарю. Ну, и всё хорошо, всё прекрасно, мне это всё нравится. Вот, ну, там уже надо в удалении трошечки подействовать. Так, есть у меня тут ещё горчица, есть там у меня ещё горох. Вот, ну всё, Олечка, спасибо за внимание, спасибо тебе за участие, спасибо за участие. И там как раз есть так притянок от этих соседских хвилетних горюхов. Сейчас я там быстренько всё сделаю. И всё, как бы сказать, руки умыв, и тебе чистота, красота, выходишь на огород, а в тебя постепенно тут сидя, ратики растут. Вот так, вот так, ребята, там ещё у нас участок вверху. Вот и хорошо, вот и прекрасно, вот и прекрасно. На этой прекрасной ноте завершаю видео про картошку. Кто садит, кто не садит, мы садим лично для себя. И это для моей семьи будет более чем достаточно. А как сохранить эту картошку, чтобы она высохла, не позеленила, и сохранилась, и в погребе потом не погнила. И всю зиму, и на весну вона не поросла. Задавайте вопросы, и я отсниму видео, и вам покажу, как лично я храню эту картошку, высушую. Понятно, что надо, чтобы была вентиляция, чтобы не было поступления солнечных лучей, и Ольга подтвердила, чтобы в ней был другой вкус. Вот так, как я уже, это будет третий год, храню картошку, она приобретает вкус. Она настолько вкусная. Вона вкусная, вкусная, вкусная. И это наша. То есть, мы не питаем каждый год семена, что там сказать, а, это там, из такой плечи или из какой плечи. Из нашего города наша, нашу кухадочную мотеря. Да, и вона вкусная. Хотя эту картошку можно вырастить, но сохранить ее по-другому, и она будет приобретать совсем другой вкус. Вот как яблоко, да? Вот яблоко срываешь ты с дерева, если ты его хранишь, к примеру, просто там в ящику, в каком-нибудь сарае, в каком-нибудь подвале. А если ты его правильно, это яблоко или ту грушку зимню ты сохранил, вона по-особенному пахнет, и по-особенному, и вкус совсем другой. Не вявший, не сахаристый, а именно вкусный, сочный и так далее. То уже будет, конечно, в следующем видео. Все, наша картошка уже, как говорится, дома. Из своего дома перекатила на наш дом. Я вообще довольна, что у меня картошка в этом году. Прямо на одном дыхании вона была высажена. Сама самостоятельно выросла. Не дуже там багато. Жука на ней вообще и не было. Один раз только крапився. На колено ходила? Ну да. Ну и на одном дыхании. Для меня это было вообще не сложно. На одном дыхании вона и выкопалась. И прям сейчас прям меня аж хорошо. Понимаете, ребята, я просто як підзарядилась оцим. Просто як підзарядилась оцим. Мне вообще даже аж в кайф. Не сложно. Не сложно. Никому не надо оцимурубать. Никому не надо оцимуручать. Что ты говоришь, мне нравится. Мне нравится. Мне не сложно. А то кто-то там сидит и говорит, что ты сам тяжко тебе. А ты им же сразу в ответ, преждевременно отвечаешь им на вопросы, что тебе не сложно. Воно вообще не должно касаться. Вони все равно не понимают тебя, ты не понимаешь их. Они с другой планеты. Все сложно. Все сложно. Я не сложно. Купала, а завтра будешь мне кряхтать. Просто что ты получила... Диви, не сядь на бафлажан. Просто что ты сейчас получила удовольствие отаке от своего труда, а это же другий вопрос. А то что весь труд сложный. Весь труд сложный. Физический труд сложный. Умственный сложный. Физический сложный. Не сложно только лежать на диване и обсуждать, дивиться видео. Не, ну там тоже в них затекают бока. Ну... Переворачиваются. Какая красивая яблочко. Знаете, что это за сорт? Вот я им сейчас тоже сказала. Мне не сложно получила картошку. И сказал, мне не сложно. Они не сидят там и думают, от ёлки-палки. Диви, и с картошкой сидит. И справилась хозяйка. И еще не сложный. А мы же там туди-сюди, картошки нема, милка. Або это же идти, ехать, копать. Сопали, намантулилися. И начнут там твой адрес. Хоча ты не меньше попрацювала, чем они. Поэтому, ну, это результат, что мне не сложно, а воно их как сирпом помеж ноги. Оцим сирпом. Оцим сирпом, да. С оцими зубчиками. По причинному месту. И начинают они там в них же виробатываться. А вон там, хай подивляться, какие сирочи на городе Амброзия, какая велика. Вот так. Так само я сказала, у вас так само и сапа, и лопата, и все то самое, как у меня. Я хочу моего возраста, не то, что там сказать, старые люди, молодые, дурные. Ой, отцепись от них. Хай, что хочу, то и работают. Техний город. Їх, не. Не, я просто людям примерно водю. Ну да, чтобы не брали все под одно грибинство. Чтобы не казались, что это у меня там какой-то особенный город, или они живут в другом городе, да, и у меня какая-то особенная земля. Такая самая земля и у них, и у меня. И вот там такая самая земля. Вот такой самый. Вот это просто как хлеб с маслом. Понимаете, масло одно и то же самое мастилось. Так и кто-то на него сахар у насыпал, кто-то соли. А кто-то колбаску. А кто-то уронил. Переклав. Да. Так у серов'яринка. А что, если Маринина из Германии... Да, может, я не говорю. Серов'яринка колбаска. Да. То Маринину колбаску мы очень долго ей попили. Не думайте, что нам прислали Виктор и Марина подарки из Германии. Хочу, что хочу, то и думаю. Не запрещай им думать. Хай, что... И думаю, и говори за себя. А мне, что хочу, что там фантазируют. Что, не запрещаю? Так им удобно. Не запрещаю. Хочу думать, что мы ее там раз-два изъяли. Хай думают, и их право думать. Они живут по своему сценарию. Мы принимаем все, что они думают. То их жизнь, это наша жизнь. И они свой опыт мают по своим думкам. И мы свой опыт по своим думкам. Все. Это второе яблоко. Только им и сливы сегодня ела. И Оля овсянку сварила. Овсянка такая, просто на воде, без ничего. Я туда из мешка шоколада насыпала и поила. Все, вкусно так. Овсянка с шоколадом. А, и клубнику разморозили. Ну, ахай они думают, что ты за сутки съела две ложки остатки. С шоколадом. И свежей, размороженной клубникой. О, да они, может, четыре раза за скилки дали. А то, что вы каке? А потом, говорите, боже, сюда и с косошкой. С косошкой вы купили, то в ней осемно, то есть уйдер косовки. А то, что вона за сутки пяти раз съела, вчера вечером, фиги-цей, в девять и восемь съели. Вечера. Вечера. И позавчера в седьм. В седьм вечера. Ну, ничего, нормально. Все хорошо. Ну, нормально. У нас пока ходит. У нас есть маяц. О, баночку с водичкой. Главное, как Ольга мне говорит, а ты воду пила? Я еще сегодня ничего не ела. Она говорит, я воду пила, я говорю, да, воду пью. Главное, чтобы воду пила. Да, воду пить надо. Да, ДНК переставить. У нас есть группа крови, то надо воду пить. Ну да, очищаться, омиваться. Водичка чиста. Система очистки воды, спринг, чиста вода. Пьешь. Людяну... Ты что, что воду пьешь? С пить травм? Ну да. Ты что, ты не пьешь? С холодильника воду не пью, ледяну воду не пью. Я могу с собой пить теплый чай, горячий чай. И вот такую теплую воду, обыкновенную воду, но холодную, ледяну я не пью, потому что я... О, ну, воду пью очищенную. Да, ощущаю, что я напилась. А если пью ледяную, то, во-первых, мне нельзя ледяную. Ледяную холодную. Я буду пить из такой температуры тела. Да. Абудти хлебе. Ой, ну она такая вкусная. Вот такая вода, водичка вкусная. Ты выпиви ее хорошо. Ну, выжилась крана вода, теки она приходит через фит. Через фит. Не просто через фильтр, а через систему чистки води. Там и очищается, и светом вот этим убиваются бактерии. Микроорганизмы, бактерии, инфекции всякие. И помимо внешних загрязнителей, там частиц, там может быть, какие-то осад, еще что-то. Плюс именно вот такие всякие бацили, трупные инфекции, сифилизм. Сифилизм. Трионария, трипер. Трупные палочки. трубные палочки. полноцех и кладбища. Да. Трупных палочек. Оно в воде есть, надо обокипятить, в итоге мертвую воду пьете, потому что оно там все перекипятилось. А если она очищена, и плюс обработана светом, то воно получается, что минералы, какие есть в воде, воно и есть. Там в системе есть, в той системе очистки води, там есть специальная такая система. Система очистки води Espring называется, от компании Amway. Там можете подивиться, ну, может, у когось вона и есть. Воно есть, потому что где-то люди мне писали, что у них даже ножи такие, как у меня, от Amway. Это ножи на века. Да, ножи, нож, там посуда на века, и витамины, для того, чтобы ты жив, долго, вечно. Ну, все, не стой, там даже бата. Ой, ребятки, да. Так, вот у сливки падают, я их сюда в канавку они скатываются. Это мне надо их собрать, и потом повинности. Вот, все хорошо. Отдыхнули, яблочко зели, водичку попили. Ты, Ольга, идешь. Я лазер позже. Ты два огурца на городе делаешь. Ты идешь уже сюда, до себе домой спускаешься? Я до себе дома, но надо идти дела по делам. Да, порешай там вопросы, у тебя есть. А я, а я піду, сейчас что-то придумаю, как бы мне туда что-то загадить. Вот так. Вот так. Так что сажайте, выращивайте, не саживайте, не выращивайте, покупайте, занимайтесь чимось другим. Мама, ты их не призывай, что это все хорошо, они не будут. не посаживайте. Не посаживайте. Ну ладно. Я хотела донести им, что возможно мне что-то надо, чтобы они чем-то занимались, а не просто сидели и ждать, что им какая-то там гуманитарка, дядя Джон им гуманитарку дальше. Это то и люди и сажают. Кому надо, то и занимается, и ты до них обращаешься. А кому не надо, сидят и только плачут, что им кто-то очень сильно. И все же, вы меняете, никто вам ничего не давал, не будет давать. Вы должны усекти в тот момент, что вы не только вы мусор, грубый мусор, вы какие-то частички там такие, в воздухе летаете крупные, а вы просто пиль не видимо. Вы просто не видимо пиль. Да и мы тоже в этой атмосфере. Мы и вы, и кроме вас, кроме вас, никак и бог не позаботится про вас. Вы сами себе бог и вы сами должны про себя заботиться. Ниякий бог за вас не решить, не покладе вам ничего в рот и не витре после вас туалет. Вы только сами должны взять руку, купить бумагу, отмотать бумаги и себе обойти. И в рот собі покласти тоже, только должны сами. Ниякие не боги, не власть, не государство, не бизнесмени, которые налоги платят, не люди, которые работают и платят налоги. Ни хто вам ничего не должен. Только вы сами себе. Все. Я тебе усекла, что в 16-м году. И для меня мир и изменился. Когда ты только сам себе должен. У тебя есть две руки, две ноги, голова, и сам себя обходят. Но никакие его специальные службы. Что тебе там муж должен, тебе жена, тебе там родители, родственники. А цены должны быть дешевле, они за людей не думают. Еще там что-то должно быть дешевле. Еще там нема роботи, робочих мест, нема бизнесмени, такиеся, которые не платят зарплату и закрываются в производстве. Ни хто за вас не думает. Вы должны только подумать о себе сами. Но это тоже не дойдет. Это пока сами не осознают. Это должно так сколохнуть. Вот. Сотряхнуть, сколохнуть, да. Да. Это так. Ты показывай просто, как ты живешь, кому надо. Кто захочет, побачит пример и будет делать. А кто будет так тоже сидеть и дивиться твои видео годами и будут засраны. Он до осепи, амброзия тоже вяжет голову. Так что это так. И смотрят все мои видео, знают, сколько у меня все чего, сколько у меня котов, когда сделали им дегельминтизацию, когда блохи покорпили, чем кормили, чем только коти, собаки, они наши гадали, они все наши клечки знают, а городи в них там катастрофические. Так что это их программа, их опыт, их жизнь, и потом будут кармические последствия. Все, тебе помогли? Не надо, уже горох. Давай, спасибо. Всем пока. Пока еще на адреналине бігаешь, потом как присядешь, ты уже не пугаешь. Я? И ты, и я. Я не знаю, как я с мотоцикла упала, та тоже бігала, каталась, но все ночью пол мила на коленах, а потом утром не могла повернуться на кровати. А я приходю, отаку просто лягаю на землю, и в небо дивлюсь. И ты знаешь, дивилась, и шесть аистов бачила, как кружляли. А так ходишь, и не бачишь. Я лягаю просто такою, як ти казала, як звезда. От. Як ти казала? Вот. Вот лягаешь, ноги, руки в сторону, такою звездою. Лягаешь, и собі прислухаешься. Тут ты лягаешь? Да, отутого лягала. Рубашка у меня отака защитна, сейчас нема. Пистелила, и лягла, и все, и лежу собі, а ти, а ти кажешь, мама, тебе цілий день нема, мама спить у садку, під сливою. Город мене заполонив, як ти сказати, по-русски заполонив, охватив, овладел? Да, овладел, і завладел тобою, і в свої об'яття, закружив. Да, ми з ним в тандемі, Город зі мною, і я з ним, і в мене сьогодні... А, нема тут, а тепер то видно так. Кого нема тут? Дядь Сережа, там вже чисто, а там видно так, бур'яни прям багато. А дядь Сережа, наш вчора, приїхав з селі, намантулився, і приїхав тут весь пуртулачок, зайчик, вибрав, вибрав ручками, все, геть, висопав, вибрав, зачистив, все чистенько. А там рядом, вон там бур'яни, а ось тут полоска чорненька, це його город рядом зі мною. Він мені каже, ой, Пуртулак, каже, Сережа, сапати не годиться, треба вибирати і вибрасувати. Він поїхав в себе, в селі намантулився, а потім приїхав, ще і тут, вибирав, теж, портулак. Отак, мужчина, мужик, мужик, не баба. тепер же, що росте. Так, і все, і в нього тепер частенький огород, він собі там огірки підсіяв, там то, там то, і воно в нього вийшов, даже 3-5 помідоринок на салат, в нього є, 2-3 огірочка на салат в нього є, і все. І не каже, що мені, мені нема, мені нема, там дорого, а мені нема. Пішла людина і посадила, хоча в селі в нього огород великий. Тільки вже набагато ти наговори, а не мотані, а ти ще щось клеїш. Я буду клеїти, а може не буду клеїти, а може буду по частям, хай люди дивляться. Все, всім пока. Я щасливку вирву взяла, а я піду там доробити. А ну скільки там годин? Ліс не сломай. Ні, скільки там часів на Ольгиніх, мраморних золотих часів, що це, 16-15, так? Так. 16-15. Та відео. Мені ляпні. Будьте, яка слива вкусна. Вона як конфіти. Так, як конфіти. Ця слива як конфіти. Вкусна, вкусна? Очень вкусна. Мало вже її тут, геть пощіше, і недей нема. Це я не пощідула, та яка. Це як повідло, але вона ще не зрівша. Тобто уніштожить, а потім вона, щоб воскресла. Так я завжди з усіма растеннями роблю. І ту клубніку, яку ви в мене на городі бачите, вона одного року була повністю реаркарнація. І Ольга, і її з маленьких волосочків всіх реанімірувала, висадила. Це ще ти в Турцію не їхала. Так. А потім в 18-му году. А потім ото вже ми розростили, що в нас її більше було. А так було все. Капочі, що кабеця. Ми... Так, є в житті, так, 13-й, 16-й аркан, 13-й аркан смерті, 16-й башня, розрушаєш, після смерті всіх нова жість. Вона треба умертвити, щоб потім нове розродилося. Так, все, проходимо. Жизнені опити так создані проєктантом. Бачу. Крапити треба, тому що цей гниль треба було б крапити. Все, пока. Давай, я відпоживаю, не треба по ділянці.